Алло, здравствуйте. Добрый день. Нормально меня видно? Видно хорошо. В общем, я рад вас видеть спустя месяц. У меня появился ряд вопросов. Первый из вопросов касается того, в чем вы видите смысл жизни. В одной из своих лекций, из диспутов видео, одному из ваших оппонентов вы называли смысл, что Бог показывает, что жизнь без Бога является адом. Смысл был такой, и что сатана, князь мира сего, пытается собрать в материальном мире свое царство, показать, что якобы он выше Бога, он может что-то сделать лучше, но у него все разваливается. Вот может подскажете, где об этом в Библии говорится. Я просто пытался найти, но не смог. Первое. У нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, не против. Значит, смысл жизни. Есть такое стихотворение. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы здесь, среди взаимных страданий, найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана нести святое слово в сердца людей, томящихся в грехах. И чтобы ты и я были готовы служить и мы в горе и скорбях. Сомнению прилетевшему порою, как христиане, твердо скажем прочь. Мой друг Христос божественной рукой поможет все преграды превозможен. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибаем, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, Христос на нас зирает. Он хочет скорби наши услыхать. Он хочет силы и здоровья дать нам, чтобы здесь живя, его нам прославлять. Если выразить одним предложением, жизнь дана, чтобы спасти душу, но не жизнь эту. Чтобы вечности быть со Христом. А для этого надо исполнять то, что он сказал. Получить рождение свыше и быть Вадимом Духом Святым. Исполнять заповеди его, творить благие дела. Доказать, что мы являемся живым Евангелем. Вот в этом весь смысл жизни. И для этого все посвящается. Теперь относительно того, что Сатана строит, это не в Писании сказано, а у Златоуста. Иоанн Златоуст толкует это. Но это есть у пророка Иеремии, что вы замазываете щель и грязью. Стены рушатся. Ну, обвал когда бывает. Стена рухла. Они грязью замазывают. Не получился социализм, коммунизм. Ну что, не получился. Начинают сейчас другое там строить. Халифат какой-нибудь. Ему разницы никакой нету. Сколько людей погибет. Он Сатана. Пришел губить. Убить и погубить. Другого у него нету. И поэтому ложь. Всюду всемирная ложь. Везде и всюду. Брат, посади. Никита, возьми его, пожалуйста. Посади. Она ничего не может сделать. Да. Вот. И в этом весь смысл. Это означает, ты будешь во всем проверять себя во свете Библии. Как Серафим Саровский сказал. Жизнь для достижения Духа Святого. То есть, все более укрепляться Духом Святым. Но это все одно и то же. Спасти не жизнь свою, но душу. Господь говорит, кто душу свою спасет, тот погубит ее. Кто погубит ради меня, тот спасет ее. И мы должны это понимать. Ради Господа. Он дал жизнь. Мы себе не хозяева. А образец дал в Святой Библии, в Евангелии написанный. Мне это открыто было в армии, когда посмотрел фильм «Отверженный Викторий Гуго». Отсюда у меня началось. Меня никто не уговаривал. Евангелие дали в руки. Никто не говорил, что тут правда написана. Моя душа откликнулась сразу. Я ждал. Я по бухам собирал где. Ну и все на этом. 54 года, как будто вчера это было. Игнатий Николаевич, вот я для себя увидел то, что Евангелие выше исламской веры, выше язычества, пантеристических религий и так далее, из рассуждений того, что во всех остальных религиях спасение души в той или иной мере возможно благодаря тому, что ты богатый человек, и ты можешь какой-то откупиться, то есть откупить свой грех. А в Евангелии нравственная высота такая, что человек должен отдать все ради спасения. То есть в исламе эта планка ниже. И вот даже если посмотреть на исламский идеал праведности, то все-таки он, на мой взгляд, ниже, потому что он дает возможность применять насилие, вести воины для того, чтобы насильно обратить в религию. Люди запрещают свободную проповедь внутри этих стран. То есть желанием такого хелиазма построить рай на земле. И там также возможно откупать свою душу, то есть там есть возможность богатеть, потому что и сам Мухаммед был человеком небедным. И вот все-таки это мне дает сделать вывод, что нравственная высота этой религии выше, чем Евангелие. Но та исламская религия, она более живучая, потому что она ближе к этому миру. Но недавно я вступил со своим знакомым, он в прошлом мой однокурсник, сейчас он мусульманин, то есть у него родители мусульмане, но сейчас он стал более внимательно относиться к своей религии, произносить намазы. И у нас был такой диспут. Он говорит, что якобы Иисус, Иисус, по вашему христианскому мнению, с его словом, он является второй и последней стасью бога Троицы. И, соответственно, в жестокости Ветхого Завета он принимает участие, то есть он в кавычках произносит, что не такой уж ваш бог белый и пушистый. И в чем заключается страдание Христа по сравнению со страданием обычного человека, если он изначально, Иисус знал о том, что он вознесется, о том, что есть жизнь после смерти. И в отличие от Иисуса, другие люди наверняка об этом не знают. Подскажите, пожалуйста, что ответить на данный аргумент ему возможно? Римлянам, 6 глава, 23 стих. Заучите на Иисусе. Это ответ всем мусульманам. Возмездие за грех смерть. Ни дела никакие, ничто нас ни на один шаг к Богу не подвинут. Человек изначально смертный. И должен кто-то взять на себя этот грех и умереть. Вот почему Иоанн Креситель говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. А Иоанн пишет, без пролития крови нет прощения грехов. Христос взял наши грехи на себя, и Он умер на кресте за нас. А у них этого нет. Они на баране хотят заехать. Выше, ниже, тут не с чем сравнивать. Что значит выше, ниже? Были мертвы, они остались. И живой человек. Живой, насколько выше мертвого? Да никакого сравнения даже нет. У нас не религия, а Христос. Мы слова религия даже не знаем. Что это за религия? Религия это соединение с Богом. Нет, не надо соединять. Для нас Христос, Он умер за нас, и мы себе не принадлежим. Он взял мой грех и пошел на крест. Это я должен идти. А за Него никто не умер. Никакой ни деятель, ни политический, ни религиозный не умирал за людей. Человек смертен, и грехи его никто никак не может никуда деть. Хоть ты тысячу добрых дел и каждую минуту, это уже никак не относится к той приговоренной. Вот человек сидит в тюрьме, приговор ему смертная казнь, а он теперь миллиарды будет. Хоть куда давай-то, ты смертный. Хоть все отдай, ты смертный. Ты смертный, тебя приговорили. Мы все идем к смерти. И умер за нас Христос. Умер и сказал, где я, там и вы будете. Живите по Евангелию. Кто любит меня, соблюдите мои заповеди. А что говорить ему плотской человек? Ты ему раз укажи на Христа. Деяние апостола, 4 глава, 12 стих. Вы как-то себе записывайте, что отвечать-то? Игнатий Тихонович, вы эту лекцию выложите, и я запишу. Я по-моему лидирую. Он говорит так. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. Все нет другого имени. 3.36 считаю. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий. Не выйдет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Независимо от того, он хороший или плохой, гнев Божий на нем. Когда бы он не слышал, что Христос приходил, тогда бы он совестью движимый был. Но что сравнивать-то? У нас даже, говорит, посмотрел на женщину с вожделением. Уже прелюбодействовал. А у него официально 4 жены. Он, может, любой день выкинул. Один там женится. Говорит, у него это 200-я жена. Но ни разу не нарушил их закон. Как только берет 5-ю, он 4-ю выкинул. У него все время 4. 200, 200 жен. Еще сравнивать. У нас как написано. Считаем пророка Иеремии. Если она развелась и стала другого женой, то может за ней вернуться. И говорится, не осквернилась ли бы вся земля. А у них так. Если они развелись, он не может ее назад взять, пока она еще этой женой не побудет. Но тут даже сравнивать не с чем. Игнатий Тихонович, я по своему мнению и считаю, что в той религии, у нас Евангелие, вера в истинного Христа, у них религия. В той религии у них, их законом разрешено то, что у нас считается серебролюбием, то, что у нас считается вожделением, то есть это несколько жен. Поэтому, безусловно, ислам более живуч и привлекателен для плотских людей. То есть людей, которые не задаются высокими богословскими вопросами, не хотят почувствовать какое-то переживание в душе. А действительно религия, которая объединяет, которая удобна для того, чтобы выжить в этом мире. И вот, наверное, полтора миллиарда мусульман, это, во-первых, объясняется вот этим, а во-вторых, может быть, Бог специально создал такую религию, чтобы они постоянно задавали нам вопросы, а мы не расслаблялись и отвечали им. Да нет, конечно, Бог создал. Зачем же Богу создавать то, что не спасает? Бог не делает зла, говорит, в нем нет зла. Он не может зло создавать. И поэтому о них рассуждать не надо. Вы один раз скажите, Христос умер за нас. Нет другого имени. Два-три места Писания прочитайте, еще раз повторите. Он не принял отойти, и после первого-второго разумления отвращайся. И вон развратился, будучи самоосужден. Он не записан на небе. И ты ему ничего не докажешь, только себя будешь уничтожать. Не надо доказывать. Мы посланы Евангелие проповедовать, а не разбирать их священные книги. Пусть они с ними разбираются. Мы должны сказать четко по Евангелию. Христос говорит, я есть им путь истинной жизни. И никто не приходит к Отцу только через меня. Аллах это не наш Отец. И Исаак, который у них, это не наш Иисус. Наш Иисус умер за грехи, а у них не умер. Это разные личности. И Аллах это совсем не Христос наш Бог. Никак. А Бог такой пушистый. Зачем такую мерзость слушать? Наш Бог свят. Его Херувима день и ночь воспевает. Свят, свят, свят. И когда кому дать жизнь, потопить в потопе или сжечь в гаморре, это Бог делает. Нам туда не надо лезть, чтобы не погибнуть. Нам нельзя, говорит даже, неверующий Богу представляет его лживым. И за это ответит. Больше ничего не надо. Три места Писания прочитай ему, открой и скажи, ты в это веришь или не веришь? Что он взял грехи на себя. Люди все смертные. Он не верит. Все, я тебе засвидетельствовал. Больше не разговаривайте, отойдите. Зачем вам душу свою разлагать? А у него они совершают там намаз. Хоть день намазывайся, ничего не будет. Он умер, потому что все люди смертные. Когда блудный сын вернулся, отец говорит, сын мой был мертвый и ожил мертвым. Его нельзя реставрировать, как патриарх Алексей говорил, реставрировать. Он сам неверующий, видно, был. Нельзя, он мертвый. Посланник Ефесянам 2.5 написано, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил, воскресил и посадил на небесах. Наши имена там записаны, а у него не записан он там. Зачем он там нужен? Христа он не верит. И кто не имеет сына, не имеет и отца. Никакие другие слова не надо говорить. Вы четко по Евангелию. Иначе они вас запутают и посчитают врагом, и голову вашего на кол повешивают. Отойди от них. Не надо с ними разговаривать даже. Вот мы были, проехали Турцию, шесть мусульманских республик, в доме мулы ночевали, беседовали. Я в мечети молился. Не надо ничего говорить. Говори только по Евангелию. Ты увидишь, какой результат будет. Игнатий Тихонович, в одном из диспутов с мусульманином я решил привести 53-ю главу книги пророка Исаии. Я показал, что религия, иудаизм, которая не принимает Христа, то есть Иисуса в качестве Мессии, она говорит о том, она все-таки предсказывает о том, что это не принимают люди, которые якобы исповедуют эту религию. И вот действительно иудеи, они нужны для того, чтобы... То есть они охраняют неприкосновенность Ветхого Завета, чтобы его никто не мог не переписать, не дополнить что-то. И вот существование иудаизма, в этом есть такая небольшая положительная черта, которая как бы сохраняет Ветхий Завет. И мусульмане уже не могут сказать, что вот это вы, христиане, переписали Ветхий Завет, там дописали что-то и так далее. То есть это их священное писание, им невыгодно что-то дописывать. И это более того доказывает то, что священное писание не переписывалось, что они как бы главу невыгодную для себя, они это оставили. Также Псалон, я вот не помню какой, говорит, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, тонзили руки мои и ноги мои. То есть в комплексе это доказывает, что они неправы относительно распятия Христа. Относительно того, Бог ли Иисус, я нашел лично для моей души очень такой интересный момент. И я его применил даже в диспуте со свидетелями Иеговы. В деяниях святых апостолов, когда побивают камнями Стефана, мученика, он говорит, Господи Иисусе, прими дух мой. То есть он молится Иисусу, уже вознесшемуся. И пример молитв Иисусу в Библии все-таки есть. Интересно, также момент божественности Христа, когда он говорит, «Прежде нежели Авраам был я есмь». Я есмь, это, насколько я знаю, в греческом языке, это аналог слову «иегова». Вот. То есть Иисус называет себя Иеговой. И вот лично я для себя вижу основания считать, что Иисус Бог, и это достаточно прозрачно в Писании. Я вот только одного не понимаю. Вот. Почему Иисус напрямую, то есть он принимает, когда, вот, к примеру, Фома падает к нему и говорит, «Господь мой и Бог мой». А почему Иисус напрямую не говорил то, что Он есть Бог? То есть он, когда Он приводил молитву «Отче наш», Он говорил все-таки молиться Отцу. Почему Он никогда не просил молиться Ему? Вот. Этого я маленько не понимаю, потому что Он смирился до предела, люди должны были его узнать, но вот где это вот написано в Писании? Давай считать будем сейчас. Римлянам 9 глава, 5 стих. Вы научитесь лишнего не говорить, а чтобы у вас Писание, вы оперлись на него и дальше чисто тогда будет речь. Тогда не надо будет. Вот москвичи живут, они за каждое праздное тянут. Истребите это. Четко и ясно. Отшлифуйте предложение. Их и отцы запитая, и от них Христос по плоти запитая, сущим над всем Бог. Благословен во веке, аминь. Сущий над всем Бог. 1 Иоанна 5,20. Знаем так же, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Точка. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Нам не надо ничего искать. Я думаю, нам думать не надо, нам надо открыть. Сей, Христос, есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Иоанна 5,20. Вы все-таки записывали бы. Это записать полсекунды надо. Хорошо. Римлян 9,5. Секунду. Научите все время Библию листать. А то, когда вы будете слушать, а это вы в течение одной секунды найдете. Римлян 9,5. Ручка и карандаш. Берите на бумаге, пишите. Не на компьютере. У меня проблема дома с ручками. Плохо. Вот у меня допустим 10 ручек лежит и 20 листиков бумаги. 1 Иоанна 5,20. Римлян 9,5. Дальше. Иоанна 5,20. Там говорит Христос по плоти сущий над всем Бог. Тут уже мы Павла уже должны отбрасывать или того, кто тут зудит под боком. 1 Иоанна 5,20. Дальше. 1 Тимофею 3,16. Третье место. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Бог во плоти. Проповедовал в народах. Бог во плоти. Принят веру и Бог во плоти. И вознесся во славе. О ком речь идет? Ну, о Христе, конечно. Бог явился во плоти. Третье место. Четвертое. Колоссиным 1,16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы им, господствовали, начальствовали, властели. Все им и для него создано. Все. Первоначальные пылинки вселенной. Евреям 1,8,13. О сыне говорит, престол твой Божий. О сыне. Престол твой Божий. Век века жезл царствия, то его жезл права, то его Богом называют. Дальше. Итак. Сам Господь даст вам знамение. Исайя 7,14. Все девы в очреве приметы родить сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Ему имя дано, с нами Бог. А это мы считаем у Матфея уже с первой главы. Исайя 9,6. Ибо младенец родился нам. Ну, о ком говорится-то? Сын дан нам владычество на раменах его. И нарекут имя ему двоеточие чудный советник Бог крепкий. С большой буквы. Нам что-то говорить, когда пророк говорит, младенец и будет Бог крепкий. Вы никуда не отходите. Слово религии истребите из себя. Разные там проблемы, конфессии, динаминации. Это сатана прикрыл слово ересь. Дальше отец вечности, князь мира. Матфея 1,23. Все девы в очеве приметы родить сына, нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Родился Бог. Иоанна 1,1,3. Вначале было Слово. Слово было у Бога и Слово было Бог. Слово было у Бога и Слово было Бог. То есть у Бога был Бог. Кто? Христос. Филиппийцам 2,6,11. Он, будучи образом Божиим, не подсчитал хищением быть равным Богу. Это у него не воровое название. Равным Богу. То он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Не так, что он вознесся Исаии и все. Посему и Бог превознес всего и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исполел, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Он, Господь, Псалом 109, сказал Господь Господу моему, сидя, деснуй меня, так коли положу врагов твоих под ножа ног твоих. Сказал Господь, какой? Ну, Бог Отец. Какому Господу? Богу Сыну. Матфея 22, 44. И сказал Господь Господу моему, сидя, деснуй меня, так коли положу врагов твоих под ножа ног твоих. То есть, Матфей прямо берет оттуда, и Фома говорит, Господь мой, Бог мой. Когда на восьмой день Господь явился, Господь сказал бы, но какой я Бог? И Христос нигде не учил, Он только и учил об этом, что Он Бог. Иудеи искали убить Его, потому что Он себя делал равным Богу. Евреи это поняли? Зачем бы они старались Его убить? За то, что Он, они все это слышали и понимали, Он делал себя равным Богу. Все, вопросов нету. Наш Иисус Бог, второе лицо Троицы. Вот это последняя фраза, цитата из Иоанна 5,18. Я еще интересный момент прочитал, за что первосвященники Его судили. Иисус говорит Ему, Ты сказал, даже сказываю Вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего, одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды своей и сказал, Он богохульствует. На что еще нам, свидетели? Вот теперь вы слышите богохульство Его. Дело в том, что вот эта цитата меня привлекла и я посмотрел отсылку. Оказывается, эта отсылка Иисусом была сделана на Ветхий Завет. Книга пророка Даниила, 7 глава, 13-14 стих. Видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. И также интересно было в 8 главе Иоанна диспут Христа с иудеями. Когда начали увлечать его, что он себя Иеговой называет, он, вот у меня, кстати, вопрос, почему он привел ссылку на книгу бытия насчет того, что вы все боги. Ну и что в этом он сказал? Вы все боги, то есть начальники. Боги с маленькой буквы. То есть вы господствуете над людьми, но все вы умрете, и бог-то не умирает. То есть боги какие? Называет только их богами. Вот звезда такая-то там. Какая она звезда? Вот вышел Жириновский и говорит, ну, называет там, какие они? Мирские львицы. Не львицы, а на букву Б. Все женщины. Вот и весь ответ. Мы считаем Евангелие Отяна 10.33. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будущий человек, делаешь себя богом. Рядом стоящие люди все понимали, он делает себя богом. Что тут непонятно-то? Нам зачем слушать каких-то еретиков? Я вам сколько мест прочитал? Сущий над всем бог. Пророчество говорит, нарекут имя ему с нами бог, бог вечности, отец вечности. Нам ничего не надо. Мы вот эти места прочитали, все. Если даже одно, было бы и то достаточно. А у нас сколько их здесь мест? Благословенный во веки, сущий над всем бог. Христос по плоти римлянам. Если бы этого не было, мы бы... Не надо ни на счет ссылаться. Выводы там куда, на Даниила, это неплохо. Но здесь уже четко и ясно. Тут написано, сей есть истинный бог и жизнь вечная. Нет вступать никуда. 1 Иоанна 5,20. Так называемые свидетели уговы это место выбросили, у них нет этого стиха. Они жулики. Но, кстати, свидетели уговы как-то постучались ко мне и вот мне нужно было сходу им объяснить. То есть они... Интересный такой диалог был. Там в возрасте уже были женщина и мужчина. В общем, я решил прикинуться, как будто я не знаю. Они мне говорят, а вы Иисусу поклоняетесь, а вы иконы почитаете. Я такой говорю, замешкался, говорю, а в Библии разве не написано, что нужно святыни почитать? И начал им приводить места. А по поводу того, когда я им показал молитву Стефана, они нашего рот раскрыли, то есть даже в их искаженной Библии свидетели и говы осталась вот эта цитата, когда побиваемый Стефан, мученик, смотря на небеса, говорит, Господи Иисусе, прими дух мой, молясь вознесшемуся Христу. У меня такой вопрос. Вот в христианстве существуют расколы. И вот не все расколы очевидные. Если понятно, что протестанты, еретики, потому что они появились с 16 века, с Мартина Лютера, то не совсем понятно, как быть с церквями дохалкидонскими и с католической. К примеру, насчет католической церкви мне раньше было все ясно. Но недавно я прочитал толкование Иоанна Златоуста про место Писания, где Иисус передает Петру ключи от рая. И вот Иоанн Златоуст диктует то, что Петру дана была власть первоверховная от церкви. И, соответственно, католики правоту своей веры доказывают тем, что главенство Папы было всегда незыблемо. Также они показывают диптихи, в которых все-таки патриарх Константинопольский на втором месте, апостол Петр на первом месте. Вот почему все-таки православие, каким образом вы отвечаете на то, что православие среди исторического христианства является истинной религией? Почему не армянская апостольская церковь, не самая древняя копская церковь и не католичество, самая многочисленная единая церковь с Папой Римским, который является преемником апостола Петра? Вот каким образом вы здесь критерии нашли? Сначала приемте, что Петру дает соглавенство, это ложь католическая, нигде в Писании этого нет. Это выдумка. Ее повторять нам не пристало приличным. Нигде этого нету. Что Петр, да наоборот, Павел обрещал его, что он лицемерился всеми. Христос его сатаной назвал. Значит, они, Петр сатана, если так разбираться, они поднаследники сатаны. Ни одному Христос апостолу не сказал, да, конечно. Скажите, а почему вы это не берете? А берете только ключи. Ключи, это означает исповедание. Никаких ключей не было, никто их не видел. Не надо дурью маяться-то. Это означает, что свидетельство твое, которое ты сказал, ты есть Христос, Сын Бога Всевышнего, вот это есть ключи. Кто будет в это веровать, тому в отделе рая откроется. Ничего больше нет. И никогда Петр при жизни не был ни над кем начальником, тем более над Павлом. Интересно то, что в этой же главе, именно в этой же главе, где он говорит, ты, Петр, на камне всем я основу церковь свою, и врата Ада не одолеют ее, и ниже же ему говорит, отойди от меня сатана. Ну да, давайте дальше доказывать. Значит, то, что он говорил первое, аннулируется вторым. Ну так нельзя понимать. Он сказал, не подумал, решила до исполнения Духом Святым. Была ошибка, но Христос-то не ошибся. Он понял, что стоит сатана, через него говорит. Через Павла, через других этого не было. Он был горячий, Петр и сплошь и рядом. Не умоешь ног моих вовек. Видишь как? А потом, мой ты мне руки и ноги и голову. А мы тому нужно только ноги умыть. То есть, он везде выскакивал, а дальше не знал, что делать. А потом рыдал и плакал. Трижды отрекался. Никто трижды не отрекался, как Петр. С чего вы там взяли, что он главный там? Никогда этого не было. А почему мы должны считать православие неистиной. Я о католиках не говорил. Они символ веры изменили. Символ веры изменили. А ты посмотри на них, какие они папа. 80 лет, бритые скоблицы. У них масоны там и венчают однополые браки. И какой мерзости только нету. Но я их признаю за церковь. У них есть рукоположение. Церковь переполнена ересами. Они официально разрешены масонами быть. Приготавливать престол антихриста. Папа в открытую там приезжают, жертвы приносят разные-разные ну там не назовешь даже какие языческие приезжают делегации. В бубен бьют, там огонь зажигают, фемиан тащат. Это все мы видим. И главное православные в этом безумии участвуют. И даже участвовал в этом современный патриарх Кирилл. Ну давайте до конца один раз договорим. А они приехали, куда приехали их легаты? Приехали к православным. И здесь в алтаре начали себя как вести? Придавать анафемию в бумаге фотия патриарха. Да ты даже безумием нельзя назвать. Меня принял бы сейчас кто-то, а я бы ему стал претензии давать, а ты проклятый. Даже не дома. Это надо предел наглости иметь. И конечно православная церковь отреагировала в 1054 год. Раздел-то произвели католики неправославные. Католики отделились от православия. Они неправославные от католиков. Поэтому мы считаем, потому что имеем от Андрея рукоположение. Далее, то, что у нас никогда не разрешалось, у них разрешается 11 крестовых походов. Идут на Константинополь, все разграбили, патриарх ограблен по дороге босой плетет. Вы ко мне зайдите на сайт, и там есть книга прям открытая к истину православию. И там найдете две статьи «Человекоубийство и ложь Ватикана и гордость папства». Там все исторические данные, что они делали с православными. Где их Александр Девский встречал? Они на нас шли, на русских людей. Когда, где, какой патриарх благословил Гитлера, а папа его прямо благословил. Я не осуждаю папу, просто надо правду говорить. Для меня не истина, я подойду и благословлюсь, но я не могу согласиться, что папа бритый. Как это может быть? Сексинская Мадонна, где у них? У них там в храмах папа Сикс с бородой. Я говорю, с какого века начали? Еще с бородой были. Папа Сикс, папа, вот так и называется папа. Кому они подражают? Сними его, посмотри. Сиксинская Мадонна это картина номер один среди всех мировых картин Рафаэля. И папа с бородой, папа-то с бородой, что доказывать-то? Не я это говорю. Их папы, которые они познают, там, Баркелин другие, до разделения это все наши святые. Это одни были святые. А далее они начали уже главный Кунцевич, главный гонитель, там, тысячи, может, православных убил. Святой, как сейчас Моторолу уже икону рисует. Разбойников, бандитов канонизируют. Это и в православии. Мы ничем не лучше их, но у нас нет искажения в символе веры. Хотя их символ веры я признаю. А как считаете? Я православный должен исполнять. Посты все отменили. Вы гляньте маленько на них, когда они венчают. У нас там бенцы держат над головами. Это что, значит, не венчаные? Венец должен на голове быть. А у них как? Ну, посмотри, у армян как? Чашка налита в воду, ладошки опустила, а он тоже священник опускает ее опьер и все. А здесь как мокрой ладошкой поп провел, везде отступление. Везде. Нам никого нельзя не осудить, никак мы даже поставить точку. Мы ничем не лучше. Но у нас священие сохранилось. Святые отцы, толкование, канон, они это все поправили, как будто никогда не было. С этим мы не можем согласиться. Копты, сирийцы там пляшут, что у них есть. Но это настоящая церковь, которая от апостольских времен. Там Фома у них был, Андрей, не Андрей, а там Варфоломей. Кто? Смотреть надо. Вот и все. Мы никак не оправдываемся. Вы знакомы с видеолекциями Закария Бутрос. Он хопский священник, как бы обличает ислам, якобы. Нет. Я много смотрел их, может быть, и даже это смотрел. Меня это совершенно не интересует. А в мусульманство Бог не устраивал, а допустил попущение. Как дьявол на земле, так и грешники, чтобы мы ближе к Богу приближались. Отступили куда? Посмотри, как одеваются мусульманские женщины, девушки, как русские. У них 10 тысяч в мечети, это обычное явление. До одного мужика, как один поклонились. У нас 10 тысяч по всему миру не собрать, чтобы в день пришли пять раз молиться. Не собрать и не было никогда. Нам учиться надо, смотреть, как они любят свою религию. Нехорошее слово, но уже скажу религия, потому что это совсем не христианство. И как они женщин берегут, как они одеты. Она нигде одна не шляется. Целомудренно как? Игнатий Тихонович, если бы в христианстве допустили возможность богатеть и иметь 23 жены, то я думаю, что и у нас было бы наполнено храмом. А у нас же очень неудобная религия, именно поэтому против нее главный протест нутра человеческого, которая привязана все-таки к материальным делам. Иван, не в этом дело. Совершенно не в этом дело. Когда первых туземцев обманывали, Филофей проповедовал там где-то в Тобольске, митрополит такой православный. Ну и а перед ним уже прошли там по-своему сказать проповедники или кто они были, мусульманские. Они говорили, мол, а православный не разрешит вам две жены иметь, а у них было многоженство. И он вам коня не разрешит есть, конина-то не благословляется. Вот и все, больше не надо говорить. А какие эти люди? Никакие. Кто знает православие, он никуда не шевельнется. Люди, которые уходят и говорят были православные, они никакими не были. Богатство, да кто нас запрещал когда богатство? Самая богатая может быть попы да архиереи. У патриарха сколько? Водкой, табаком наторговали-то. Только пишут там за раз там 400 миллионов долларов. Нам что считать-то? Я просто говорю, нигде этого нет запрета-то. Сегодня тем более. Наоборот, приветствуется, чтобы больше жертвовал церковь. Православные-то, смотрите, какие олигархи. там Лужков, другие. Путин стоит православный. Ну, все же в Библии говорится, что если хочешь быть совершенным, продай и не менее раздай нищем и будешь иметь сокровища на небесах. И сказано также, что богатому сложнее пройти в Царство Небесное, чем верблюду пройти через игольное ушко. Может быть, это все-таки с годами просто ослабилась дисциплина. Учение правильное православное сохранилось, а дисциплина она раслябалась. И вот это и попустило то, что возможность богатеть, пароходы иметь. Вот это сейчас дурно влияет на проповедь православия, потому что всех священников считают лицемерными. То есть смотрят, и вот на этом главная как сказать игральная карта атеистов состоит воинствующих в том, что у вас священнослужители сами не соответствуют тому, о чем говорят. Ну у нас как говорит патриарх недавно выступал. 80% считаются православными. Раньше в колохо ударили, идут люди в храм. Сейчас хоть из пушки бей никто не идет. Патриарх Кирилл говорит. Ну и кто запретил, где это видно? Это мы евангелие считали. Евангелия у людей не было. А князья обратились, все богатые, и богатство никогда не осуждалось. Неправильное пользование богатством. Давид был богатый, Ио богатый, Авраам богатый. Помешало им? Не помешало. Православные не запрещают быть богатым. А это пожелание. Если ты хочешь быть совершенным, хочешь. Не просто спасти, а совершенным. Продай, раздай, но к тому, чтобы мы продавали, такого нет нигде, ни заповеди, ничего. Нету. Но ты должен десятину платить. Да. православным, повтори, никогда нигде не запрещено быть богатым. Беднее меня трудно найти человека. Но я богатый. Павел говорит, мы нищеных всех обогащаем. И весь ответ. И вот эти олигархи, которые жертвовали, приезжали на храм Христа Спасителя, их там имена написали, это все православное. Все православное. И там Ходос этот принимает православие. Все они православные до одного. И поэты, писатели, кого-нибудь все православные. Игнатий Тихонович, можно ведь быть номинально православным, а в душе, как люди в 90-х годах разбогатели нечестным путем, кого-то били, кого-то стреляли, теперь как бы отмаливают грехи. Но также в Евангелии сказано притч в Дове, по-моему, которая отдала последнее, то, что у нее было. И в сравнении с тем, что в сравнении двух сумм, как бы ее сумма меньше, но она отдала все, что у нее было. И Иисус сказал, что она отдала больше. Соответственно, в той же мере многие из нас русских православные, как и те богатые люди, которые какие-то маленькие ошметки дают на храм. Ну, вроде считают, что это такая индульгенция, как бы подают и возможно какие-то грешки простятся. Сейчас он пишет там какое-то в Америке пожертвовал. 75 миллиардов в мире никто не столько жертвовал. И рядом рисует патриарха, протягивает руку, подать на машину. Еще об этом говорит. Никогда на исповеди священник не исповедовал, что ты богатый, да причастия не допустил. Грех не ставилось. Никогда. Побуждали к этому. Иоанн Затаус говорил, подайте нищему, накормите. Побуждали. Но это не блуд, не пьянство. Богатство никогда не запрещалось. Хочешь, это твой выбор. Я первый раз услышал о Десятиде. И меня не надо было уговаривать, моя душа была готова. Вот этот человек, о ком вы говорите, я смотрел и дискутировал. Мне знакомые скинули этот демотиватор. И мне стало интересно, и я проверил. Дело в том, что действительно человек отдал большую сумму денег, но у него осталось не меньше. Извините, ему 80 лет, у него есть грубо говоря 30 миллиардов, отдал он из них 20 миллиардов, у него осталось 10 миллиардов, что он потерял? Почему никто до него не сделал за 2000 лет так? Тут не смеяться надо, поставить пример. Мы не знаем, что еще дальше будет. Сколько он содержал до этого, он все время жертвовал. Какие суммы отстегивал? Мы должны это приветствовать, кто бы не был, потому что заброшенные дети, беспризорная медицина, образование, на доброе что-то. Это посупок, не имеющие равных за 2000 лет. А именно посупе, по величине ее, он пожертвовал половину имения. А у него осталось еще сколько? А сколько он жертвует? И куда он пожертвовал? На пять компаний разделил, чтобы шли где больше вдовы, сироты и прочее. Нет, безусловно, это хорошо, но в примере христианства даже Афанасий Великий жертвовал всем. Пожертвовать всем гораздо сложнее, чем пожертвовать половиной. То есть христианство содержит гораздо более высокие примеры нравственного поведения. И более того, безусловно, христиане жертвовали меньше, потому что христианские дела это не обманывать людей. А когда ты бизнесмен, атеист, ты можешь свое богатение, у тебя в принципе состояние может быть больше путем обмана и так далее. Поэтому здесь нечего удивляться. Величина безусловно меньше. Никто не хочет мыслить дальше. Буквальность какая-то дается, величина, сумма и все. Никто не думает, каким путем это было заработано, какая для него эта жертва, посильная или не посильная. Если у него осталось 15-20 миллиардов, как это в 80 лет изменит жизнь человека, который считает, что он и так через 2-3 года умрет и отправится в небытие. чужие деньги считать не будем. Я просто время, чтобы не тратить. Нам о нем говорить даже не надо. Но раз коснулась. Но нигде не запрещается быть богатым. Вот в чем смысл-то. А ты сам себе избери. Плати десятину. У нас десятину вот что-то кто запрещает им? Нет. А пожертвовали они столько, сколько это человек? Нет, не один. Он отдал там 2%, а этот 50%. Это большая разница. Игнатий Тихонович, не буду вас долго отвлекать. Еще один вопрос. Можно? Моя любимая тема насчет иконопочитания. Это действительно в диспуте с протестантами не знаю. Я вот у меня насчет нее остался один вопрос, который я не могу пока до конца найти. Вот основания почитания святых после смерти как бы их много. Но вот которые я нашел для себя основными. Причем одно из них увидел в вашей лекции. Вы приводили цитату евреям 12 глава 22-23 стих. Но вы приступили к горе Сиону как граду Бога живало к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам к торжествующему собору и церкви первенцев написано на небесах и к судьи всех Богу и к духам праведников достигших совершенства. Далее в книге откровений содержится что души убиемых за слово Божие после своей смерти молились Богу зная о тех делах которые происходят на земле. Это откровение 6 глава 9-10 стих. И когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство которое они имели его запили они громким голосом доколе владыка святой истины не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые и сказано им чтобы они успокоились еще на малое время. Примеры поклонения святыням в неискаженном виде даже у свидетелей Иеговы сохранились. То есть если они Псалом 5-8 они перековеркали то книгу Иисуса Новину глава 7-6 стих они все-таки сохранили. И вот в синодальном переводе сейчас прочитаю у них аналогичный Иисус Новин разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед Ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Иисус Новин 7-6 стих Филадельфийской церкви Господь говорит я сделаю то что они придут и поклонятся тебе и познают что я возлюбил тебя откровение 3-я глава 9-й стих Я вот еще один еще один момент зачитаю и соответственно задам вопрос вас интересуют доказательства по иконам я понял давайте пока оставшу чтобы время искать потом идете сейчас последнюю фразу вот читал книгу диспут католиков с протестантами и там так сказать цитата была ироним спорил с мнением вегилентилы утверждая что мы должны молиться друг за друга только при жизни а мертвые не слышат наших молитв и приписывает умершим святым нечто вроде вездесущности так как согласно откровению 14-4 они следуют за агнцем повсюду это те которые не осквернились с женами ибо они девственники это те которые следуют за агнцем куда бы он ни пошел они искуплены из людей как первенцы богу и агнцу в их устах нет лукавства они не порочны перед присловом божиим откровение 14 глава 4 стих у меня я не понимаю только по какому критерию выбираются святые и нет ли ошибки то есть действительно ли это вера в то что вне погрешимость тех кто их канонизирует то есть у нас же все таки в православии считается что дух святой наставляет церковь в канонизации вот у меня такой вопрос не могут ли ошибиться при канонизации вот не страшно ли это вопрошать просить святого сидящего около престола чтобы он помолился за тебя Богу и не можем ли мы ошибиться в своей молитве как бы веря авторитету церкви можем вы первое корейство 4-5 прочитайте и все станет на место на все что вы говорили сейчас один стих итак не судите никак прежде времени доколе не придет Господь а он еще не пришел которая светит сокрытая во мраке и тогда будет похвала каждому тогда то есть ни анафеми предавать ни канонизировать нельзя не надо вот и весь ответ не надо почему Писание говорит об этом иначе Богу зачем судить когда тут рассудили а теперь взять сколько канонизировали а потом проходит время деканонизация из списка святых вычеркивает то есть уже при жизни понимают что не то совсем пошло открылись новые данные о человеке сколько угодно и поэтому не надо этим играть для меня Володский Иосиф он никогда не будет святым это палач это Сталин в православии теперь об иконах не надо много говорить вы разговариваете с людьми которые признают Библию допустим баптисты эгоисты вы остальное все оставьте для других людей а они вам не будут верить они не признают и надо так и согласиться раз не признают на основании этих книг мы даже я начинаю с главы 2 Деяния апостолов я говорю вы верите что Деяния апостолов это книга от Бога ну да но 2 глава сошел Дух Святой на всех сошел апостолов я вопросы задаю на всех значит Петр и Иоанн были исполнены Духом Святым да но они могли вместо Бога истинного пойти в Идарское капище молиться тому идолу да нет конечно я говорю третья глава говорит Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой согласны ну так написано Петр и Иоанн шли в храм зачем сейчас молитвы девятой зачем молиться и там проповедовать а теперь что это за храм был не знают поэтому мы должны сказать открыть 2 Паральпоменон 25 глава что храм Соломонов был разрушен а это храм Зарвавелев я говорю в храм в который они пришли были иконы или не были не знаете были иконы в этом храме в который пришли апостолы с пола до потолка снутри и снаружи где известно из Икииля 41 глава 17 стих вот и они пришли и иконы эти не назвали идолами и Господь когда пришел в этот храм о котором я говорю в котором икона говорит дом мой дома молитвы наречется а вы его делами своими сделали вертепом разбойников дом мой с иконами конечно а не так что икону уберите и я назову дом мой и все сказано а где поклоняться мы говорим нигде не сказано про это нигде ни в одном месте не написано иконы целовать или там следотащие мы поклоняемся не иконам мы поклоняемся перед иконами они нас вдохновляют на молитву к первообразу ровно так же как можно сказать что протестанты поклоняются столу перед которым они стоят и кланяются стене перед которой они кланяются нет нет это не то совсем не надо придумать они вам не поверят над вами засмеются вы себе под ножку не ставьте не надо это делать нам не просто поиграть надо, а быть верным Богу. А вот они так-то, вы конкретно скажите. Вот вас интересует вопрос о Божьей Матери, о поклонении нашим. Они скажут, ну а где, чтобы кланяться иконам? Мы скажем, нигде. А почему вы кланитесь? Вот теперь мы должны дать ответ по Писанию. А так это прыгать, как кузнечник, это просто никакой. Я это говорю вам, у меня 54 года опыта с ними беседовать. Не сотни, там не знаю, сколько бесед. Во всех городах и странах и только один путь. Святая Библия. И на основании Святой Библии мы должны им показать, чего они не понимают. Иконы были или не были? А если иконы были, значит икон, написано изображение, изображение. Иконы переводятся изображением. Поэтому вы рубите иконы. Вы правы или нет? Мы должны их вызвать на раскаяние. Они издеваются. А то, что мы перед иконой, а они перед стеной, это никогда больше не поминайте. У нас не человеку, изображенному там, а иконе кланяются. Иконе. Если икона одна, и Божья Матерь была, то сегодня Иверская иконе, да прямо написано, иконе празднования. Празднование иконе. Казанской Божьей Матери, Пюхтинская, неупиваемая чаша, спарительница посевов везде. И везде. И 365 дней от 400 с лишним икон. И везде иконе, иконе. Не надо обманывать. У нас кланяются иконе, а не первообразу. А что первообраз на иконе, на другую, другая Божья Матерь-то? Просто мы празднуем, вот, двунадесятые праздники, прямо Благовещение, Преснодеве Марии. Дальше. Рождение Преснодевы Богородицы. Дальше. Успение ее. И которые Богородичные праздники, они прямо ее имя называют. А здесь нет названия иконы по местности. Достать икону. Своровали святыню. Они вот потеряли теперь. Вот возьмите там в Москве, в МГУ, там Максим Козлов. У него там студенты. И икона Татьяны была с мощами, ее мощами. И кто-то пришел, они там с цепями была прикована, и кто-то все размонтировал и унес. Там печали сколько, как идолопоклонники настоящие. Воры пришли и украли. У священников сколько воруют в храмах-то? Иконы. Это вложение капитала сегодня. Вот у нас, если придет вор, он даже на наши иконы не посмотрит. На стене ни одно не нарисован. Обыкновенные бумажные, в рамке, в стихле. У нас по иконам никто не ходит. Праздник положено на аллое рядом с Библией. Каждый приложился, к священнику идет. А это по стенам, как слепой, говорит, держатся и идут. Ну, до конца надо говорить правду. Примут от нас только правду. Даже сердце к нам не расположено, и мы можем расположить, если пути будут угодны Господу, Соломон говорит. А они кланяются стенам. Скажут, где вы видели? А он повернулся перед столом. Ну что, кланяются скамейки, что ли? Не надо больше говорить. Это просто детская игра. У меня вопрос такой. Вот вы говорите, что мы поклоняемся иконе. Но в догмате 7 Вселенского собора написано, Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Поклоняющиеся иконе поклоняются и поставщики... Иван, подождите, не надо. Это время не тратить. У меня времени нет. Мне это не надо засчитывать. Я это наизусть знаю. Вы сначала спросите, знаю или нет. Поклоняется иконе. Это в уме, который студент, первообразу. Ну и молитесь одной иконе. То вы другое-другое почтение отдаете. У каждого чудотворная икона у нас. И крестный ход идет к иконе. Какой? Абалакской. Казанскую даже не вспоминает. Да одна Богородица, она не Абалакская. Или у нас тут все здесь, куда они? Коробейниковская. Прославили ее. И крестный ход Коробейниковской. Ее привезли сюда икону. Она большая. А маленькие издали. И люди идут, покупают. И подходят священник. Он берет и электризует. Натирает по этой... Ну еще непонятное изущество. Идолопоклонство самое настоящее, неприкрытое. Иконки маленькие, большой иконой натирает. Энергию снимает и каждый берет себе. Еще тут... Мы должны признаться в этом. Иначе нас никто не будет слушать, как лжесток покаянных. Первообразу... Первообраз это икона для них. Список с иконы пишут не из Божьей Матери. А это у нас, говорит, Казанская Богородица. Список с нее, с ворованной. И кто папа подарил патриарху. Вот тогда вас будут слушать и сектанты, и все. Мы не против икон. Они поклоняются не надо, но чтобы не хулили. Теперь мы должны показать. Божья Матерь, где? Я говорю, считайте. Там 3-я, 5-я глава, 1-я книга царств. Когда Ковчег возвращался. И когда жители Бессамиса посмотрели, не плевали, как баптисты, не рубили. И Бог убил 50 тысяч и 70. За что? За что? Молчат, все молчат. Я говорю, это были образы для нас. Павел говорит, образы. Первая тема, 1 Коринфянам, 10 глава, 611 стих. Там что было внутри? Скрижали. Скрижали называется Слово Божие. А Слово Божие – это Бог, Христос. Где Он лежал? Во щеве Девы Марии. Ковчег указан на Деву Марию. И все, мои баптисты заглохли сразу. Почему? Им нужны доказательства на основании Святой Библии. Вы посерьезнее отнеситесь к этому? Не считайте их за глупых? Игнатий Тихонович, по поводу того, что одна икона более чудотворна другой, одного и того же святого, изображенного на ней, я могу выразить только мнение, что ведь иконописец один может находиться в более молитвенном состоянии, чем другой. И может вот через это одна икона становится источником света Божия через нее, а другая нет. Потому что вот в Деяниях, 19 глава, 11 и 12 стих говорится, Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Ведь если человек молился, то действительно перед тем, как написать изображение, а другой не молился, то понятно, что одна является святыней, а вторая просто картинкой. Но догматически у нас закреплено, что мы молимся перед изображениями, а опыт уже нам показывает, что икона может стать святыней, то есть источником Божией благодати через нее, как это было, к примеру, с платками Павла, с Тени Петрая. Полома еще, назовите там, вот, Иоанн Дамаскин, я расскажу вам, где это искать. Так тогда на складе они лежат, там от энергетики склад загорится-то, не выдумайте ничего этого, тогда явно что икони. Вот святоточивые, мироточивые, носили северскую зарубежную церковь, у нас есть, а у этих-то нету, у патриарших-то. А у патриарших у одного только Амросия Юрасова, три тысячи икон, обыкновенные, бумажные, подходит к этому дому, прям в сумке начала мироточить. И далее комиссию составляет патриархия Иоанн Экономцев, Павел Флоренский, и выносят вывод, что не демоны ли над нами издеваются это? Комиссия, там всякие там биохимики, кого не было, не чертили нам рога оттуда показывают, а мы голову, говорит, ломаем. И все это опубликовали. Не надо этого ничего. Мы желаем Христа Распятого и Живого. Нам Бога недостаточно. У нас иконы есть, присланились, мы доказали, мы не иконоборцы, все. И вот над иконами мудруют там и воруют их. У нас никогда иконы не воруют. И умирают там. Это вклад капитала. Ой, я закрыл. Так, вопросов больше нет? Вопросов больше нет. Так, больше к этому не возвращайтесь, о чем мы говорим. У меня времени совсем нет. И при том, не распространяйтесь, спросите лучше, считал я, знаю ли. Вы говорите то, что я знаю, но я время трачу, слушаю, чтобы вас не оттолкнуть. Но только один раз. Вы делаете как сектант. Вот он встречается, допустим, с яговистом. Он начинает мне, Христос пришел, умер. Но я в конце говорю, ну я знаю. Почему вы меня не спросили, знаю или нет, зачем время тратить? А теперь главный вопрос, мы не разрешим. Или вы говорите, не перед кем. Меня избрали жертвы свои, я говорю. Сначала спросите, а ты знаешь про это или нет? Вот я беседую, допустим, с мусульманином. Я говорю, а вы Евангелие читали? Считал, вот у меня Библия лежит. Ну давайте один стих изберем. Вот в доме Муллы у меня ролик лезет. Кремлинам 6.23. Поговорим о смерти. И перейдем к жизни. Согласны? Согласны. И Мулат тут же стоит. Это все у меня в роликах выставлено. Тогда результат будет. Результат благословения Божия. А так мы, как говорится, кузнечики с места на место прыгать будем. К иконам не возвращайтесь никогда. У Даниила Сесоева по храму пошел поводить. Нам наоборот, к храму надо их не везти. Когда уж обратиться, тогда в храм везти. Он увидит в храме безобразие. Какого у них нигде нету. Ни в одной мечети. Ведут в храм. Там стыда нет никакого. Да тут надо быть совсем бессовестным, чтобы людей незнакомых в храм приводить. Ты с Библией покажи ему толкование православной церкви, святых отцов. А когда он уже узнает, тогда потихоньку предупреди. Скажи, у нас многое тут нарушается. Не смотри на это. И у меня тогда не сектанты стоят в храме. Игнатий Тихонович, я приводил цитаты не потому, что не за гордыня своей, что якобы я там что-то знаю и так далее. И не из-за того, что хочу перед вами поумничать. Я благодарю вас. Я вас не посчитал за гордыню. Я это слово не люблю. Я цитаты приводил только потому, что люди, которые... Вы же спрашиваете, будете выставлять это в интернет или нет у меня, то есть выставлять или нет. Значит, люди, которые это будут смотреть, которым это предназначается, они должны понимать, о чем идет речь и на чем основаны аргументы. Поэтому я стараюсь приводить. Ну, вы все сказали, я вам сказал. Все у нас по-хорошему получилось. Я просто вам подсказываю, вы, молод, никогда вот это не приводите. Скамейкам там, стенам кланяются. Они не кланяются. Они просто вас слушать не будут. Скажут, придурок православный. Где ты видел этого? Нигде. Никогда. Не надо. Если вы настоящие верующие, не смейтесь. Это очень серьезно. Через нас вера Христова православная в поругании будет. Мы должны знать. Вы знаете, как в Греции вели разговор? Вот диспут идет у них. И тогда, который руководит и говорит, с кем беседуете? Меня спрашивают. Я говорю, с баптистами. Назовите их учение. Я начинаю говорить, они верят вот так, крестят так. Баптиста спрашивают, правильно? А он говорит, так он говорит, как баптист. А его спрашивают теперь, а вы с кем? С православным. Объясните, во что верят. Они крестят детей, иконы, там крестные ходы, мощи. Все объяснил. У них есть предание церковное. Он меня спрашивает, правильно? Я говорю, вот это не баптист, это православный. Вот теперь беседуйте. Диспут когда? А то беседует неизвестно с кем. Я смотрю, он не со мной беседует. Он говорит совершенно не ко мне. Это ни моей биографии нету, ничего нету. Он лжи наслушался, ни разу не спросил. Ну, что я время буду тратить? Я вижу, что он совести лишенной. Знаний никаких нет. У меня времени нет, чтобы беседовать с вами, с молодым человеком, я 50 лет не выпускаю божественные книги, чтобы где-то случайно не ошибиться. У меня на контроле стоят, еще посмотрим. И какой результат будет? Где истина, там Бог. Он говорит, я есть истина и жизнь. У меня задача не победить собеседника, а быть истинным свидетелем, рассказать, какие мы счастливые. У нас есть святая Библия, у нас есть откровения, святые отца, отцы каноны, вселенские соборы, жития, труды святых отцов. Я должен показать богатство. Великое и неисследимое. И тогда люди видят. У меня один раз проповедовалось, 450 баптистов сидели. Все до одного сказали, мы сегодня готовы принять православие. Почему? Они услышали то, что душа их жаждала, но не знала, где найти. Они нам не враги. Вот говорят, евреи захватили, всю страну там не оспаривают. А эти мусульмане, они только режут, не оспаривают. Нужно сопротивляться, бороться. Оружием, любовь. Другого нам оружия Бог не дал. Оружие, молитва, милостыня. Я должен помочь ему принять Христа. У меня другой задачи нет. И тогда мне никакой славы в этом нет. Почему? Я этого не знаю. Я не знаю, что в человеке. А Бог Духом Святым покажет, какой я стих должен прочитать. С Богом. Спасибо. До свидания. Спасибо, Христос. Благословен Господь. Благословен. Да имя Его будет свято. Всё. Давай-ка мне его сюда я скину. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...